Такое у нас хорошее место, что я решил записать еще одно видео. Видите, за плечом фон. Я на кладбище. Тихо, спокойно. Пока зелено у нас октябрь на улице. Но пока что ранние знаки весны. Один из них, то, что на улице похолодало. Видите, я уже пальтою шелкен. Ладно, это видео я хочу записать на тему работы гидом. Почему это хорошо? Свои плюсы и минусы. Наверняка некоторые из вас подумывают об этой профессии. Или просто думают, вон какие они молодцы, эти гиды. В общем, спонтанное видео на тему, что такое быть гидом и почему это хорошо. А может быть, почему это плохо. Начнем с того, что знать историю с того места, где вы живете, это всегда хорошо. Если вы можете рассказывать другим, это еще лучше. Но одна из вещей, которую вы можете натренировать, это уметь разговаривать с людьми, общаться с теми, которые вы вот только что встретились. И это довольно хороший навык, который может вам помочь и в другой дальнейшей жизни. Вы не обязаны работать на полную ставку, как, например, я или некоторые другие профессиональные гиды. Но эта работа, если вы будете ее поддерживать на уровне хобби, во-первых, расширяет ваш кругозор. Во-вторых, одна из важных вещей, почему работа гидом хороша, это физическая активность. Как правило, к сожалению, наши работы на сегодняшний день это сидячие работы. Их, наверное, намного больше, чем когда мы ходим. Почтальонами практически из вас наверняка никто не работает, но за компьютером сидят подавляющее большинство. Так вот, эта работа хороша тем, что вы находитесь в движении. В сезон, летом, у меня часто одна экскурсия, две, три. И представьте, если экскурсия длится 2-3 часа, а когда у вас 3 в день, то это легко набегает на 7 часов, как минимум, только рабочих шагов. Я никогда не хожу с шагомером. Однажды я это сделал, но довольно быстро садится батарейка. И поэтому я выражаю это в часах ходьбы. А так вы можете сами разобраться, что если мы гуляем 7 часов, то это, если взять минимум 3 км в час, то 3 на 7 выходит, что довольно хороший такой. Довольно много прохожу. Так вот, некоторые ходят в спортзал, некоторые работают гидами. Или просто ходят и зарабатывают на этом деньги. Еще и рассказывают, проучают море удовольствия. По поводу удовольствия. На этой работе, если вы работаете, может быть, не с большими группами, а вот с частными, с маленькими, как я, то периодически встречаются очень интересные люди. Например, в этом году мне встречался человек, мать которого училась с Анной Франк. Как бы мне это было очень и очень, скажем так, эмоционально интересно. Другой человек, если вы, я встречался, их семья выжила благодаря паспорту, выданным... Валер... 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 Ох, высочил из головы. Валенберг. О, Валенберг. И кто не знает, это шведский дипломат. Он помогал евреям спастись в годы Второй мировой войны. И в конце войны он, к сожалению, был арестован советскими войсками, властями. И пропал где-то в лагерях. До сегодняшнего дня нет никакого подтверждения, где он точно погиб. Что еще хорошего в работе гидом, это то, что... Из минусов, которые я хотел бы сказать, но это конкретно на Осло рынок, это то, что у нас очень сезонная работа, ярко выреженная сезонная работа. Летом очень много, зимой очень мало. И этим я должен заняться в ближайшее время. Ну, это, так сказать, знаете, мысли, слух. Из минусов. Летом, когда хорошая погода, и хочется куда-то, наверное, поехать. А объем работы не позволяет бросать сытое время, когда все едут в Норвегию. Но, опять же, это может быть минус, это может быть плюс, потому что, на мой взгляд, лето это самое лучшее время, когда вы можете посетить Норвегию. Здесь тепло, здесь красиво. Но нам, жителям, это наверняка тоже лучшее время, потому что еще месяц-два, и начнется серый период жизни, когда нет еще снега. Когда тучи над головой, иногда дождь идет. Так что, в общем-то, минусов не так много. Из плюсов, я думаю, я вам все перечислю. Продолжение следует. Продолжение следует...